Давайте познакомимся. Меня зовут Галина Дубина, я живу в Санкт-Петербурге, и свой путь я начала еще так давным-давно, в 1991 году я стала тренером по гимнастике тела. Тогда еще это называлось аэробика. Помните, как-то давным-давно, когда еще занимались в купальниках, в полосатых красивых лосинах, в ветрах, вот еще тогда. Потом, значит, перешло название, это стало шейпинг, потом колонетика, пилатес, йога и все этим общим словом стало называться фитнес. Так что я родом из фитнеса и занималась довольно давно, вы помните, 1991 год, так что в 3 лет я занимаюсь именно гимнастикой для тела. То есть можно просто упать, отжаться, но вы сами понимаете, когда долго занимаешься каким-то одним делом, то хочется уже, ты понимаешь, как работает тело, как изменить тело. Но самое важное, что мы с вами понимаем уже, как сделать так, чтобы тело было здоровым. Ну вот, естественно, прошло много времени, я стала это понимать, появились какие-то авторские программы. Авторские программы о гимнастике, в основном акцент был со спиной. То есть все проблемы спины мы решаем, все наши заряды. Тем более у вас очень хорошие спикеры, которые вам рассказывают много про здоровье и как путем не таблеток, да, не приема таблеток, а именно зарядкой и энергетическими силами вернуть красоту тела. А сегодня мы поговорим про красоту лица. И вы понимаете, когда занимаешься одним делом хорошо, становится интересно. Если мы натуры ищущие, а вы именно такие, раз вы сегодня со мной, то я стала задумываться, если мышцы тела можно сформировать. Например, мы хотим бицепс хорошим. Мы идем в тренажерный зал и как следует его прокачиваем. Он становится у нас более объемным, красивым. Для девочек это актуально, ягодицы, ноги. Все это мы можем сделать. Но на лице же тоже есть мышцы. И вот, может быть, путем проработки мышечных тканей лица, можно изменить как-то лицо. Или вернуть молодость нашему лицу. Ну, и значит, естественно, стало сразу же задумываться. И знаете, как интересно? Литературы-то было много. И первое, что меня поразило в самом деле. Когда мы смотрим с вами на артистов театра, мы видим, что артисты балетной труппы, в них великолепные, молодые, на самой пенсии тела. Правда? И насколько идет несоответствие лица и тела. То есть те, кто занимается каждый день мышцами тела, у тех великолепно тело. А теперь что мы знаем? О певеточных или оперных певцов, которые все время работают мышцами лица. Посмотрите, у них великолепные лица. Потому что именно работая мышцами лица, мы не даем отъедать нашему лицу. Мы еще об этом поговорим с вами обязательно. И вы сами понимаете, что раз это интересно, раз это работает, очень много было литературы пройдено. Я закончила курс это с методов. И образовалась программа, которая стала называться «Гимнастика для мышц лица». И вот уже 12 лет я работаю с этой программой. Конечно, идет корректировка в лучшую сторону. Я понимаю, как удобнее объяснять упражнения, да? Как мы быстрее сможем достичь того или другого эффекта. И вот эта «Гимнастика для мышц лица» помогает вернуть именно первоначальное положение наших мышц. И когда мы стали заниматься, образовалась первая экспериментальная группа. На нас стали обращать внимание, потому что действительно это что-то новое, необычное. И да, тут уже широко в масках стали про нас писать. Многие регалии мы заслужили этой гимнастикой. Пригласили меня ведущей на телеканал ТВ. Так что много очень интервью было. И вот более уже не то, что занимающихся по моей программе, я же не знаю сколько, А вот уже моих учеников более ста человек. Те, которые точно так же, как я, смогут вам помочь разобраться, что такое мышцы мышц, как они работают, и как изменить мощность нашей лица. Так что вот тихонечко так мы с вами немножечко познакомились. И вот сейчас на данный момент образовалась уже действительно школа. Школа молодости, Галина Губинина. Вы сами понимаете, что молодость, молодость это не только тело, не только лица, но и души. Поэтому мы ходим в фитнес-туры, ездим за границу. Вот ближайшие будут в Абхазии в сентябре. Так что я приглашаю вас, пожалуйста, присоединяйтесь. Постоянно у нас встречи, вебинары, уроки. Так что для тех, кто в Санкт-Петербурге, пожалуйста. Думаем, конечно, что онлайн тоже у нас будут уроки. Именно тогда, когда мы будем с вами встречаться и заниматься. Ну, для того, чтобы понять, чем заниматься, нам надо будет с вами все вспомнить, поговорить, и то, что вы уже знаете, построить немножечко на другом уровне. Готовы? Если готовы, пожалуйста, ставьте свои плюсы, и мы с вами смотрите. Если хорошо все видно, слышно, что мне от вас понадобится. Пожалуйста, все-таки приготовьте или зеркало, большое оно может быть, маленькое, все равно. Но чтобы вы видели свое отражение, когда мы начнем заниматься практическими уроками. Договорились? Давайте мы сейчас, буквально минуточку, сначала будет теория, поэтому не торопитесь, думайте, где вы возьмете зеркало, и мы будем с вами обязательно заниматься, обязательно будем, если вам понадобится, вот мне понадобится полосочка, я обязательно надену на голову, чтобы волосы не мешали, когда мы с вами начнем заниматься. Хорошо? Значит, если все понятно, все, вы готовы, спасибо вам большое за ваши отклики, потому что я вижу, что вы со мной. Сейчас очень важно, вот первый момент, сейчас мы с вами будем заниматься, не отходите далеко от компьютера, вы должны сейчас понять, потому что работа мышечными, тайнами лица, она сложная, но все-таки это легче, чем то, чем мы с вами будем сейчас заниматься. Мы сейчас займемся, как и в школе, теорией. Мы изучаем с вами теорию и переходим к практике. Теорию надо помять, иначе вы не поймете, из-за чего образуются у нас какие-то неприятности на нашем лице. Ну, давайте начнем просто то, что мы знаем. Если мы откроем с вами интернет и зададим вопрос, какое бывает старение, сразу же выйдет ответ, что бывает четыре нахватива старения, нахватив старения лица. Первый – это мышечные. Это у людей желтой расы. То есть у них, посмотрите, если мы вспомним, японцев, китайцев, у них нет ни вовек сплата, у них нет нависания нашего лица, это у них мышечный норфотик старения. Второе – это у людей южных, у них мелкоморщинский старение. Понятно, что солнце, ультрафиолет, кожа тонкая, и она складывается в мелкие морщинки, и мы видим возрастные изменения. Европейский норфотик старения это у старших истекающих. Слышите? У старших истекающих. Значит, мы понимаем, что происходит с лицом. Я не буду вас пугать, что наши щеки опускают, что образуются носозубные складки, у галки губ опускаются, пропадают губы, увеличивается нос. Я не буду вас пугать. Вы так все сами прекрасно знаете. Мы будем с вами думать, как мы можем убрать все эти недостатки, оглядываясь на наш махачок. Значит, мы понимаем, что нам надо как-то раз у нас уставшим из старения, истекающих, что-то подняться. Но давайте тогда задумаемся. Если мы никогда с вами даже не думали об этом, вот вдруг нам не нравится наше тело. Мы идем с вами заниматься зарядкой. Правда? А если нам не нравится наше лицо, что мы будем с вами делать? Подскажите, пожалуйста, куда мы пойдем? Чем мы займемся? Помогайте мне, потому что сейчас от ваших ответов многое зависит. Напишите. Я жду. Значит, если не нравится нам наше лицо, куда мы обратимся? К кому мы пойдем за помощью и советом? Куда? Я знаю, что вариантов не много. Да, косметолог, спасибо, Ирочка. Да, 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 да. Значит, вы не помогаете косметологу? И я думаю, что других ответов будет мало. Мы идем к косметологу. Что предлагает нам косметолог? Вот мы еще не знаем ни про какую зарядку для лица, ни то, что можно собственными руками все поднять. Мы идем к косметологу. Что косметолог нам поможет? Чем он поможет? Он предлагает спасибо или я вижу косметологу на массаж лица. То есть мы понимаем, что массаж – это пассивная зарядка. Хорошо. Значит, мы соглашаемся. Массаж. А если массаж нам не помогает? Мало. Что предлагает нам дальше косметологу? Помогайте. Так. Хорошо. Аппаратная косметология. Так, так, так. Вот, так, сукол. Это уже инъекции. Ну, хорошо. Вижу, 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 вижу. Умнички. Да. Сейчас мы пойдем, давайте, от простого к сложному. Давайте начнем сначала поверхностное. И вы сейчас сами ответите на свои вопросы. Что хорошо, что плохо. Значит, смотрите. То, что предлагают нам косметологи. Давайте думать. Косметологи обязательно нужны. Потому что они ухаживают за кожей нашего лица. Это просто необходимо. Мы будем разбирать гораздо глубже. Мы будем мышечные ткани разбирать. И как с ними работать. Давайте начнем с легкого. Значит, мы с вами пришли к косметологу. Косметолог говорит. Все здорово, но надо хотя бы делать массаж. Мы соглашаемся или нет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сравнивать с телом. Для тела будем делать массаж? Будем. Значит, соглашаемся и для массажа лица. Но, вспоминая, все знаете, прекрасная певица Плета, она однажды сказала, девочки, никогда категорически совершенно не делайте массаж лица. Я сама растерялась, когда услышала ее высказывание, потому что думаю, это же хорошо. Почему? И только потом уже выяснилось, что она имела в виду. Когда мы даже делаем массаж лица, надо необходимо следить за тем, чтобы не было растяжения клеток кожи. То есть делаем массаж у хорошего косметолога, который не будет нам растягивать кожу. Чуть-чуть попозже мы заглянем в те слои кожи, и вы поймете, почему нельзя растягивать кожу. Она потом тяжело может собираться. Хорошо? Значит, умничка. Значит, мы делаем. Спасибо, девчонки, за работу. Очень хорошо. И уколы, и пластику, и маски. Все, вижу, вижу, вижу. Значит, мы делаем с вами массаж. Но у хороших косметологов. Что еще нам предлагают? Какие-то маски. Питательные, да, отшелушивающие. Уход вот этот, уход за кожей. Да, мы делаем, как бы мы делали и для тела. А вот теперь давайте дальше. Аппаратная косметология. Аппаратная косметология хорошо. Как для тела? Если у нас что-то болит, мы делаем аппаратную, пусть не косметологию, но аппаратами, помогаем себе. Мы же делаем это не все время, а какими-то сеансами. Поэтому как толчок к оздоровлению, как толчок к нашей красоте, к возвращению мышц на шторм, мы можем, да, в наше время в день. Правильно или нет, если бы это было для тела. А вот теперь мы переходим совсем глубоко. То, что нам предлагают постоянно. Нам постоянно предлагают инъекционные процедуры. Они бывают различные. Бывают ботулинотерапии, бывает биоревитализация, да, то есть или нам предлагают витаминчики под кожу поместить, или ботулинотерапия. Это значит, мы с вами убиваем нервные окончания. Давайте начнем с самого, я считаю, неправильного. Это ботокс. Ботокс или вообще ботулинотерапия, там различные есть препараты. Давайте думать вместе. Когда нам делают ботокс? Что у нас происходит? Ботокс, помните, что это? Это яд, который убивает нервные окончания. Значит, если убились нервные окончания, я могу поднять брови, правда? А если у меня будет сделан укол, который убил мое нервное окончание, сигнал из мозга идет на подъем бровей, а мышца-то не работает, и что происходит? Происходит преждевременное старение мышцы. Идет атрофирование этой мышцы, понимаете? Если непонятно, опять давайте к телу переходим. Однажды кто-то сломал руку, поместили в гипс руку. Сколько обычно в гипсе находится наша рука? Ну давайте, даже не три недели, месяц. Через месяц снимает гипс. Что мы видим? Какая рука? Какое состояние? Сначала просто мышечное. Рука очень тоненькая. Почему? Она потеряла мышечный объем. Напоминайте, мышечный объем потеряла, да? Это про мышцы. А теперь еще вспоминаем цвет той руки, которая не работала всего лишь месяц. Помните? Она совершенно не розовенькая, а ситенькая, а может быть даже зелененькая, беленькая, да? Почему? Потому что не проходило питание, не работала кожа, не питалась. Вы понимаете? Всего лишь за месяц произошли изменения в руке. А если мы делаем ботокс, нам обещают, что работа ботокса длится полгода, шесть месяцев. Представляете, что с мышцей? А тем более мы сегодня разберем с вами мышцы, и вы увидите, что они небольшие, а очень маленькие и плоские. Представляете? Только из-за одного укола у нас перестает с вами работать мышцы. Сделаем сегодня, сделаем через полгода, и у нас в самом деле мышца настолько перестает работать, что ее восстановить уже очень тяжело. А если когда-то, мы лет 80, захотим сделать пластическую операцию, круговую подтяжку, я вам могу сказать, что хороший пластический пирог, просто не возьмите. Знаете почему? Что такое подтяжка? Это зацепляют край мышцы и начинают подтягивать. Если мышца хорошая, эластичная, как резинка, она может подтянуться и зафиксировать. А если у нас, помните, наступает преждевременное старение мышечных тканей. Старение тканей. Мы с вами взяли какого-то простынь, вододеяльник, все что угодно. Настолько она настирано, а мы встряхнули, чтобы повесить перед тем, как тушить. И она где-то порвалась. Вы знаете, в каком месте порвется? Нет. Не знают и наши пластические хирурги. Поэтому если вдруг какая-то подтяжка, у нас разрывается мышца, в неизвестном месте. Вы сами понимаете, что это уже идет осложнение. И вместо красоты у нас получается осложнение. У нас получается уже не тот эффект. Но это действительно страшные вещи. Поэтому мы пытаемся с вами все-таки поработать так, чтобы водоцик никогда мы с вами не применяли. Потом я вам могу сказать, что я вам слушаю стопроцентную гарантию. И мы сможем справиться с вами со складками на лбу в межбровном пространстве. Увеличить губы и перетянуть подбородки. Вместо двух подбородков. Это вообще только идеальный овал для нас. Но для этого надо только научиться. Учиться всегда сложно. Помните, как мы в школе? В школе учились долго. Учились читать, писать. А сейчас? Это же не сложно? Мы просто пользуемся теми знаниями, которые мы когда-то пребывали. И сейчас то же самое. Посмотрите, мы уже с вами разобрали, что бакулинотерапия это не очень хорошо. Что массаж и косметологи нам нужны обязательно. Но может быть не для инъекционных продуктов, а именно для того, чтобы помочь только коже. Раз у нас такая тема все-таки, что ботокс или все-таки гимнастика изменится, мы с вами сначала сделаем одно упражнение, а потом еще перейдем на теорию. Потому что для того, чтобы делать упражнение, мы должны понимать. Когда мы приходим к косметологу, что нам делать? Нам убирают уже последствия. Образовалась какая-то складка на лбу. Закололи ботоксом, не работает мышца, складка не образуется. Образовалась носогубная складка. Что туда? Подкололи филлер. То есть изнутри поместили объем. Но причину-то не убрали. Нависает верхняя века. Делали для паракластику, да, пластическую хирурги нам предлагают. Но мы не устраняем причины. А вот мы с вами должны разобраться как раз причину возникновения тех или иных складок. Понимаете, в чем делать? То есть сейчас для того, чтобы с чем-то бороться, надо понять, из-за чего возникает та или иная проблема. Вот это самое важное. То есть когда мы знаем уже причину возникновения такой-то складки на нашем лице или обвисания, мы понимаем, что надо делать. А когда просто какая-то складка, мы не понимаем. Поэтому я вам могу сказать, что у каждой складки на нашем лице есть у нас. Не слышали? Согласно, ухажьте. Просто на перезаброс. Так что сейчас мы с вами, как я вам и обещала, сначала делаем упражнение, которое избавит нас от старых подбородков. И пока я вам буду читать целый цикл следующей теории, вы должны будете наблюдать то правило, которое мы сейчас получим. Итак, сейчас. Все, если вы сидите на диване, надо переместиться так, чтобы вы сели или на стул, или на табуретку, и у вас было всего лишь две точки стопа. Это ягодицы и ваши стопы. Если вы сидите полной ягодичкой на стуле, давайте, пожалуйста, двигайтесь на краешек стула, так, чтобы у вас стопы полностью не только носочки или вообще болтались, а просто стояли, начиная от пятки до носочки. Это упражнение можно делать не всем, а только тем, кто хочет подтянуть подбородок, и чтобы не было двойных подбородков. Чтобы идеальная булава санта была совершенно потрясающая санта. Да? Вот кто сейчас заинтересован, давайте, садитесь, двигайте. Стуя, табуреточки, не на диване, не полулежа, не полусидя. Садимся. И давайте, я вместе с вами сейчас расправляю плечи и делаю круговое движение. Попробуйте сейчас просто поднять плечи, но не вперед, а вперед. Давайте пробуем. Поднимаем плечи вверх и опустим. Но при этом голова не уходит вниз. Мы зафиксировали ругод, поднимаем плечи наверх и вниз. Поднимаем плечи наверх и вниз. Сейчас вообще сложно. Плечи наверх и назад. Ну, еще так. Плечи наверх и назад. А теперь стоп. Помните. Это раскрытая грудная клетка. Две точки опоры. Это уже половина того, что мы должны сделать. И вот теперь начинаем вытягивать шейный отдел позвоночника. Прямо от копчика начинаем вырастать. Через весь позвоночник тянемся далеко-далеко, прямо к небу. То есть вот у нас точка опоры. При годичке мы тянемся вверх. Какая задача. Посмотрите. Тянуться не вперед, как у нас обычно. Глава стоит. А на верх. Я вам еще подскажу. Какая должна быть линия? Конечно, должна быть линия одна прямая. От копчика до макузки. Пробуем одну линию найти. Да? И смотрите еще. Вы сейчас руки опустили вниз. Разверните большие пальчики в сторону. Руки внизу. Большие пальцы в сторону. Получилось? А теперь большой палец. Раскрываем назад. Внутру руку выворачиваем. Попробуйте. Если получается при этом соединить лопатки. Вы большие молодцы. Пусть вам кажется сначала, что не очень удобно. И привыкните к этому. Если бы мне сказали, подними плечо и ходи так целый день. Наверное, мне было бы неудобно. Но мы сейчас с вами, помните, чем занимаемся? Нашими подворочками. Мы сейчас выстраиваемся. И сделаем. Пол лица и нашу шею. Итак, вспоминайте про ладошки. Разворачиваем. Соединяем лопатки. Это очень важно. Если вы сейчас сделаете, то мне напишите, есть у вас здесь тяжесть в подъязычной области или нет. Тянемся, тянемся, тянемся. Теперь представляете, что мы, на деле, длинные, длинные, длинные серьги. Ваши серьги не должны достать до наших плеч. Еще больше вытягивайте. Тянитесь, умнички. А теперь представьте, что мы в Корейской, с вами Южно-Корейской Армии. И там есть такие подворотнички. И представляете? Там даже вставляют такие маленькие иголочки. Поэтому человек не может наклонить голову так, чтобы не уколоться. Поэтому вот эта вот длинная, 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 длинная шея должна сейчас присутствовать. И тем более это один из признаков молодости. Чем старше мы становимся, у нас получается лордоз в шейном отделе. Голова уходит в филе. Посмотрим на такого человека, скажем, да ему далеко за 30, а может даже и за 40. Поэтому давайте возраст не будем раскрывать лорд, а просто сделаем длинные, длинные шеи. Поэтому когда мы будем фотографироваться теперь на какие-то документы, мы не будем садиться как обычно, а мы будем вытягиваться. Вытягивайтесь! И мне нужно будет зеркало и ваши ответы. Получилось или нет? Сделайте так, чтобы подворотков у вас не было. Вытягивайте все. Потому что у меня следующий есть для вас серпиас. Тянемся. Прям чувствуем, как между лопаток начинает что-то щипать прям и наверх вытягиваться. Вытягивайтесь. Получается? Если да, то, пожалуйста, напишите мне, у вас получилось или нет. Потому что дальше секрет. Я тоже вам хочу еще один отрезать. От которого точно совершенно уже не будет никакой тяжести в нашей подъязычной области. Я вас жду. Отвечайте. Хорошо. Вижу, вы со мной. Умнички. Получается. Здорово. Если получается, то вы уже большие молодцы. Я тогда вам расскажу. Если помогли ладошки, то здорово. Если нет, то смотрите. Да, 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 да. Классно. Вместе работаем. Потому что дальше еще интересно. Смотрите. Что здесь следующий вопрос у меня какой-то. То есть мы еще. Если мы с вами вытянулись. Вот смотрите. Как следует я вытягиваю. Но не знаю, куда голову пойдут. Как опустить? Для этого есть еще одна линия. Одна линия. Мы уже быстроили ее. Вертикальная. А вторая горизонтальная. Мы должны поставить подбородок параллельно нашему полу. Но для этого существует подсказочка. Мы сейчас все положили руку прямо на затылок. Опускаемся. Чуть-чуть наклоняем голову. И находим ямочку под нашим черепом. Там, где соединяется позвоночник и наш череп. Вы нашли сейчас первый шейный позвонок. Он называется атлант. Это тот, который держит небо. В данном случае наша голова. А голова у нас тяжелая. От 5 до 7 килограмм. Представляете? Поэтому мы сейчас с вами нашли этот атлант. Прямо держим одной рукой. А второй рукой держим кончик носа. И, внимание, у вас должна образоваться одна горизонтальная линия. Смотрите, внимание. Одна горизонтальная линия. И вот этой горизонтальной линией мы будем тянуть себя наверх. Давайте. Сейчас я прошу закрыть глаза. И вспомнить про две наши оси. Одна мыска, которая поднимала носы вверх. И вторая горизонтальная хвостка. Мы не опускаем подворотку и не поднимаем. А вытягиваемся. Помните? Длинные сережки. У нас здесь с вами как будто обруч какой-то. И вытягиваемся. Находим первые шеи, позвоночник, кончик носа. Это горизонтальная линия, которую мы все время должны с вами сохранить. Можно открыть глаза, посмотреть в зеркало на тебя. Запомнить это положение. И всегда так ходить. Классно? Могу сказать, конечно, что сразу же так ходить целый день будет очень тяжело. Поэтому я вам даю рецепт. Спасибо за восклицательные знаки. Если нравится, пожалуйста, будьте со мной. И вот смотрите, для того, чтобы все-таки вспоминать это состояние и положение головы, я прошу вас вспоминать это и делать хотя бы три раза в день. Когда мы болеем. Спасибо за работу со мной. Мы с вами что? Принимаем таблетки утром, днем и вечером. Когда мы болеем. И здесь я вас попрошу точно так. Вспоминать одну неделю хотя бы три раза в день. Меня. Утром, днем и вечером. Какими мы с вами? Красивые. Раскрытая грудная клетка. Вот эти красивые шеи. Видите на себя. Всего лишь на скилоростанцию. Я вам скажу по секрету, что сначала вы будете три раза вспоминать, а потом все чаще, чаще, чаще. И как прием гомеопатических таблеток, да? Гомеопатию как понимают? Через 15-20 часа. И если вы будете все время вспоминать, через каждые два часа, как выдержать осанку, вас, то ни с той стороны не узнать. Он будет оборачиваться в след и говорить, а что это случилось? А почему это она такая счастливая? Почему это она красивая? А это будет так. Потому что вы сами понимаете, что энергетические зажимы снимаются, и вы раскрываете. И совершенно другая. Давайте вспоминаем еще раз. У нас сейчас будет теория, а вы будете такие красивые меня слушать. Договорились? Давайте. Две точки опоры. Диагодицы и стопы. Вытягиваемся. А теперь корону на голову обьеваем. Мы все принцессы. Короли от нас. Вытягиваемся. Вот это положение зафиксируем. Находите точку между лопатками. Удерживайте ее. Если надо кому-то ладошки разворачивать. Делаем поворот головой. И так мы делаем на голове. А теперь же расправим плечи. Вытянем шею. И делаем поворот головой. Вот так. И в другую. Помните? Стать. Достойно. Это как раз те слова, с которыми мы сейчас знакомимся. Вот. Вот это отлично. Молодцы. И возвращаемся. Возвращаемся к нашей зарядке. Значит, уже один секрет мы с вами знаем. Как? Выстроить правильно нашу осанку. Когда у нас с вами не будет старых подворотов. Для укрепления подъязычной области есть ряд упражнений. Они не очень сложные. Их обязательно надо выполнять. Мы с вами делаем несколько сегодня даже. Да. Но вообще, я вам в конце нашей встречи предложу вебинар. Здесь рассказывать очень много, сложно и долго. И поэтому наши вебинары будут абсолютно по всем темам, которые вас интересуют. У кого-то смущают насосудные зоны. У кого-то смущают складки на... У кого-то складки, допустим, нависания верхнего века. Это все подробно я вам предложу в вебинарах. А мы сейчас разбираемся с тем, чего в вебинарах нет. Это азы при азы. Поэтому давайте с красивыми осанками мы сейчас с вами погружаемся в теорию. Я попробую отрыть. Строение нашего лица у нас находится на нашем черепе неравномерно. А вы сами видите, они сконцентрированы у естественных отверстий. Это глаза, губы и нос. Чем отличаются мышцы лица от скелетных наших мышц? Все мышцы на теле, они отвечают за движение. Сгибаю руку, да, наклоняю голову. Это движение. Они прикреплены двумя концами к костным тканям. Сгибаю руку, да. Мышца сокращается, потому что работа мышцы это ее сокращение. У нас на лице есть всего лишь четыре таких мышцы, скелетные, которые отвечают за движение. Вы понимаете сами, это подвижная нижняя челюсть. Значит, у нас с вами жевательная мышца. Вот здесь вот она сбоку, вы видите. Височная мышца тоже сбоку, вы видите. И еще две мышцы, которые спрятаны очень глубоко. Даже если поднять голову, мы его не увидим. Но они отвечают за движение. За выдвижение челюсти вперед и в сторону. То есть вот эти. Все движения, это работают скелетные мышцы. Все остальные мышцы у нас мимические или лицевые. Чем же они отличаются? Во-первых, они отличаются своим объемом. Здесь у нас объем большой. На руках, на ногах, даже на наших пальцах. Здесь у нас плоские мышцы. Если мы с вами рассматриваем череп, плоское строение, плоские мышцы, они даже без фасты. То есть, если обычно есть фасты, мышцы, помните, когда мы разбираем с вами мясо, есть такая пленочка фасты. То здесь мясо. Они расположены сразу же на челюсти. И сразу же на этой мышце располагается наша кожа. Но все это отдельно. Все отдельные слои. Мы с вами, когда будем разбирать, что такое складка на лице, обязательно затронем этот вопрос. Что это место? И вот теперь смотрите к самому главному типу. Что место крепления телевизорных мышц отличается от мимических. Потому что прикрепляется к костному краю всего лишь одним концом. Представляете, к черепу мышца прикрепляется только одним концом. А вторым прикрепляется в мягкие станы. То есть это или мышечные станы, или кожные станы. Такое место? И вот теперь самое важное. Мышца умеет сокращаться быстро. Да? В движении. А кожа умеет быстро сокращаться или нет? Нет. Быстро она сократиться не может. Значит, что мы делаем? Какой вывод? Если у нас, ну вот по лодочкам мы поможем. Мышца, это кода. Мышца начинает сокращаться. Мышца сокращается. Что в коже-то происходит? Кожа образует складки. Понимаете, что положено в коже? Кожа образует складки, когда начинают работать мимические мышцы. Тот же лоб. Поднимаем брови. Образуются складки мимические на лице. Да? А мышцы работают. Значит, делаем вывод. Что образование мимических складок на лице, это норма. Если я улыбаюсь, у меня складки носогубные под глазами. Если я хворю нос, у меня образуются складки. Это норма. Бороться с этим нельзя. Вы сидите красиво? Вытягивайте и слушайте меня. А вот с возрастными изменениями, с глубокими складками, с обвисаниями, подбородками, мы должны бороться. Понятно. Значит, мимические складки, они образуются. А вот с возрастными необходимо бороться. Но обязательно мы должны знать причину возникновения той или иной. Понятно? Хорошо? Тогда вы умнички. И мы с вами переходим дальше. Фиория. Значит, посмотрите. Здесь я буду вам показывать расположение мышечных тканей. Теперь уже больше на себе. И на этой фотографии, которая перед вами. Это схема. Вы все понимаете. Потому что там гораздо сложнее. Например, в области межбровного пространства там не одна мышца, а одна над другой. Как трехслойный пирожок. А в области щек там вообще четырехслойный пирожок. Так что мы будем должны глубоко разобраться. Помните, я про школу говорила? Прежде чем делать упражнение, надо понимать, чего у нас в этом работе. И все получится. Хорошо. А вот теперь давайте мы перейдем перед тем, у нас еще есть время, перед тем, как мы займемся с вами гимнастикой для лица и будем разбирать причины возникновения тех или иных вкладок, мы с вами давайте разберем, из чего же состоит целиком наше лицо. Про череп мы не говорили. Могу сказать, что там не одна кость, а там несколько костных соединений, там несколько у нас костей. А потом у нас идут мышцы, вы видите сами, а дальше идет кость. Я не зря разговор начала о косметологах, что они должны ухаживать за кожей. Вот сейчас мы должны разобраться, что мы должны доверить косметологу, а что мы должны исправлять сам. Итак, у нас следующая картиночка. Итак. Посмотрите. Это строение кожи, клетки кожи. Что мы видим? Что здесь не один слой, а здесь несколько слоев. Первый слой верхний – это эпидермис. Второй – дерма. И внизу у нас подкожно-жировой слой. Я сейчас предлагаю вам разобраться с каждым слоем. Вот этот вот нижний слой, мы начинаем, помните, мышечный слой, дальше подкожно-жировой слой. Он как раз наш помощник. Там много питательных веществ. У нас нет таких резких складок, если у нас есть подкожно-жировой слой. И это питание, конечно, наше кожа. Но он не везде на нашем лице, этот подкожно-жировой слой. Даже в клетках кожи. Например, в районе глаз, этого подкожно-жирового слоя нет. И поэтому в первую очередь, около глаз, образуются наши первые мимические морщинки. И мы понимаем, что здесь никакой преграды нет. Между мышечным слоем и кожным. Здесь все у нас воедино. Дальше поднимаемся. Посмотрите, что здесь у нас. У нас здесь расположен дермальный слой. Это основной слой. Потому что состояние этого дермального слоя, от этого дермального слоя, зависит цвет нашей кожи. И вот сейчас внимание. Смотрите. Вы видите, что в дермальном слое находятся капилляры. Вот капилляры хорошо работают. Примерно до 40 лет. А дальше идет резкое скелератирование нашей капиллярной системы. То есть у нас идет вдыхание вот этих наших капиллярчиков. И вы сами понимаете, если в кожном слое нету вот этих вот капиллярчиков, цвет нашего лица, цвет нашей кожи изменяется. Помните, сегодня пример мы приводили, если вдруг сломали руку, целый месяц не работала рука, и цвет нашей руки совершенно изменился. Здесь та же самая история. Капилляры перестают работать. Примерно 40 лет все дружными рядами идут к косметологу. Предлагают как раз именно вколоть витаминки вот в этот наш слой. Но мы с вами будем знать, что есть такое великолепное учение Залманова. То, которое представило нам миру учение о капилляре терапии. Что же здесь случилось такое? Как раз он очень серьезно рассматривал и понимал, что состояние нашего здоровья зависит не столько от внутреннего прообращения, как от периферийного. Поэтому как раз Залман сделал много исследований и говорил, что именно благодаря зарядке идет восстановление капиллярной сетки. То есть делая зарядку, мы с вами восстанавливаем капиллярную сетку. Причем абсолютно в любом возрасте. Пример вы сами можете привести для себя. Даже если вы не занимаетесь зарядкой, а вы быстро прошлись. Вы немножечко потрудились и у вас цвет лица вспомните какой? Совершенно не тот, который был. А если кто-то постепенно начинает заниматься зарядкой, серьезной зарядкой, понимает тогда, что у нас начинается совершенно другая жизнь. У нас оживает кожа, у нас оживают капилляры. Вы понимаете, что к чему? Поэтому цвет лица можно изменить именно занимая зарядкой. Зарядкой тела и зарядкой лица. Много бывает осложнений, бывают инвалиды, те, которые не встают вообще. И именно зарядкой, хотя бы начиная зарядкой для лица, восстанавливается и эмоциональная составляющая, и внутренняя. Совершенно люди себя по-другому чувствуют. Потому что если мы будем говорить про энергетические каналы, то связано все здесь с нашим луком. Итак, значит, про капилляры мы с вами поговорили. Значит, занимаясь, мы восстанавливаем капиллярный эффект. А вот теперь давайте вернемся опять к картинке. Видим, здесь у нас находится и капиллярная система, нервное окончание, волосяные луковки и фото-жировые вот эти луковки, тоже. Здесь выделение потовых желез. То есть мы понимаем, что все это находится в термальном слое. Запомнили? Это будет все очень-очень-очень нам нужно. Про пигментацию мы можем сказать, но пигментация это уже верхний слой. Сейчас мы к нему придем. Так что если про пигментацию это уже в эпидермисе. Сейчас я открыла картинку чуть-чуть пошире про эпидермис. И вы сами все поймете. Так что пигментация все-таки это солнце и возрастные наши изменения. Девочки, так что будем молодыми, будем делать завет. Дальше. Смотрите. Следующую картинку значит про дермальный слой еще. Что я упустила? Смотрите. Там у нас идет, если вы приглядитесь, там идет упорядоченное строение. Упорядоченное строение клеток. Это не что иное от нашего коллаген. Помните? Это четкие совершенно волокна, которые расположены четко по определенным линиям. По линиям ламбера или массажным линиям, которые вы как раз узнаете. Как они идут? Вот так. Так нам надо поднять наше лицо. То есть это те массажные движения, которые мы с вами занимаемся каждый день, когда мы наносим крем на наше лицо. Поэтому теперь в сегодняшние секунды прямо мы теперь не просто растираем, а наносим крем по нашим линиям. Сначала по одной, по второй, по третьей, потом другие немножечко движения. похлопывающие, потом еще посильнее похлопывающие, но именно по линиям расположения коллагеновых волокон. Там еще есть эластиновые волокна, которые, к сожалению, только в молодости способны на очень большие сокращения кожи. А потом эластин начинает хуже работать и сокращение происходит практически уже просто минимальное. пример нашей беременности. Когда в молодом возрасте кожа растянулась, человечек вышел и потом кожа сократилась настолько, что мы даже не замечаем этого. Если возраст чуть-чуть старше, то кожа уже собирается тяжело, плохо. Поэтому это эластин. А вот заполнение мы сейчас проговорили с вами про жесткий каркас. Кологен, эластин. А вот между ними находится как раз гелевая составляющая. И одно из составляющих, основное составляющее, это галуроновая кислота. Вспомнили косметологов? Что они нам как раз предлагают? Они нам предлагают сделать инъекции галуроновой кислоты. Смотрите еще раз на клетку кожи. Эпидермис, дермис под полно-жировой слой. Вот этот весь слой всего лишь один миллиметр. Представьте, один миллиметр. Наши любимые косметологи должны быть действительно высококлассные, высокопрофессиональные, потому что они должны попасть именно в дермальные слои. Если попадут чуть ниже, там жировая кровь. Там не нужны этот экрадгелевый слой. И наверху вы осознаете на жировой. Поэтому мы понимаем, что все должны по классному искать. Итак, вынимаемся с вами на выше. Что такое у нас эпидермис? Хочу вас спросить, а вообще функция кожи? Что это? Это защитная функция. Правильно? Если согласна, давайте плюсы, я вас давно не слышала. кожа имеет защитную функцию. Свойства еще кожи. Помимо того, что это защитная функция, она водопроницаемая или водонепроницаемая? Свойства кожи. Но если дождь идет, вовнутрь вода попадает? Или мы купаемся в море, принимаем ванны, попадает? Нет. То есть у нас кожа водонепроницаемая. Представляете, насколько плотные слои именно у эпидермального слоя? Давайте я сейчас открою вам картинку именно с эпидермисом, и мы с вами подумаем вместе еще. Эпидермис. Вот он. Вот. Смотрите, замечательно здесь нарисовано. Мы видим, это все. 15 слоев, это все эпидермис. Вот тот верхний слой. Видите, внизу дерма, там находится базальный слой. Там начинается деление клеток. Там растут клеточки. Они растут постоянно. Сегодня, завтра, послезавтра это новые клетки, живые клетки, у которых находится ядро внутри. Видите, вот они образуются каждый день. И куда деваться стареньким клеточкам? Они поднимаются все выше, все все выше, 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 выше. Вы сами видите свежие новые клеточки выталкивая старые, заставляют их немножечко склеиваться. Они становятся более плоские. И посмотрите, уже в зернистом слое пропадает ядро. Значит, вместо живых клеток становятся старые мертвые клетки. Вот в этих верхних слоях клетки наши становятся все суши, более плоские, очень плотные и неживые. Так что мы, ухаживая с вами за нашим кожей, мы ухаживаем за мертвым клетком. Это не секрет. Просто мы, может, однажды слышали, а сейчас забыли. Поэтому мы понимаем, все равно мы ухаживаем за нашим кожей. Необходимо ухаживать. Но мы понимаем, что мы ухаживаем за мертвыми кожей. И туда вовнутрь питательные вещества снаружи не пропадают. Особенно если это на водной основе. В может быть частично до дермального слоя и доходить очень мелкодисперсные молекулы, которые основаны на основе масла. Они туда диффундируются. Да, потихонечку. Ну и тоже они вот туда прошли. Помните, как нам советуют? Намазали на 10 минут. Хорошо, на 15 минут. На раз. Потом лишний стерк. Просто больше уже не поступает. Мы ухаживаем сами именно за верхним рогодевшим слоем. Это то, что у нас отшелушивает. вот теперь вы сами думая про косметологов можете дать ответ на многие вопросы. Нужно или не нужно ухаживать за кожей, делая скрабирование. Чем мы становимся старше, тем клеточки у нас отшелушиваются хуже. Идет замедленный процесс обменных процессов. Поэтому мы чем старше, тем больше должны ухаживать за кожей. Это совершенно не должно быть жесткого пилинга, когда после этого и торжок. Это очень легко. Совершенно вполне хватает какой-то нашей любимой губки. Или может быть просто что-то с щеточкой. Помните как похоже? Для тела есть щеточки специально отшелушивают нашу эпидермальную слою. И здесь та же самая. Причем почему надо заниматься? Потому что все-таки на лице кожа тоже обменные процессы не одинаковые. Вот если мы сейчас вспомним людей в подрасте, вы помните, вот даже есть на носу, на щечках, такой больше толстый слой кожи, нежели например в каких-то других частях. Поэтому мы с вами ухаживая за кожей не забываем или предоставляем это нашему любимому косметологу. Но опять же мы не делаем жестких пилингов. Сейчас очень много жестких пилингов, которые делают ожог. Не важно это химический, термический ожог, но это ожог. Когда слезает вся кожа лица и восстанавливается. Да, восстанавливается, но зато все жизненные силы идут на восстановление кожи лица. и очень резко падает иммунная система. Поэтому кто этим занимается, тот наверняка знает, что после того, как они восстановили кожу лица, сбой идут иммунные системы. И все болячки, которые вокруг нас могли бы не зацепиться за нас, за нас зацепляются. И потом у нас получается, что мы попадаем на больничный для того, чтобы восстанавливать уже наши жизненные силы, но совершенно по-другому. Так что вот, и вот сейчас вы сами понимаете, про пигментацию это как раз в нашем блестящем слой, это идет отражение, но когда мы часто с вами на солнышке, вот этот блестящий слой, он как бы отражающий слой, он не может уже отреагировать, и у нас образуются вот эти пигментные пятна от фонса. Поэтому мы с вами уже навсегда знаем, облачка, не облачка, сейчас на улицу выходим и обязательно на лицо, потому что это идет просто защита, защита и от солнца, и от внешнего воздействия на нашу кожу лица. К сожалению, кожа лица действительно тяжело восстанавливать, потому что она все время находится на улице. Если мы с вами можем ладошечки наши, тело закрыть, то здесь она все временем. Если дождь, она под дождем, если холодно, она находится в холоде, наше кожа лица. Если жарко, то опять все время. Поэтому давайте хотя бы летом постараемся ее защитить и закрыть. Хорошо? Ты говоришь? А про осанки кто-нибудь помнит? Давайте, исправляйте свою осанку, мы с вами будем дать обнимацию. Помните морфотипы старения? Это стекание нашего лица. Поэтому если поднять нашу щечку мышцами, то все у нас получится. Вот давайте сейчас, если вы не верите мне, просто возьмите зеркало и улыбнитесь, не обращая внимания на сладкие на лице. Улыбнитесь по-честному, так, чтобы щеки ваши поднялись. Вы видите? Щеки поднимаются и образуется объем наверху. Это еще один из признаков нашего старения. То есть, когда у нас щеки сползают вниз и образуются носогубные складки, это как раз один из возрастных признаков, возрастные изменения. Поэтому мы с вами должны научиться работать мышцами лица без образования складок на лице. Представляете, интересно? Интересно, и все это есть в вебинарах. Там не только рассказано, но и показано очень много упражнений, каким способом мы можем этого добиться. Причем не просто так, а от простого к сложному. Сначала будут делать все то, что каждый умеет, а потом все усложнять, 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 и в итоге ваша зарядка для лица превратится всего лишь в игру. Пять минут утром, пять минут вечером, и вы просто до неузнаваемости. изменитесь, у вас все черты станут такие, какие были в молодости. Представляете, мышцы будут в тонусе, и они займут то положение, которое было раньше. Вот, так что интересно. И то же самое вам дам третий блок, дам как раз про нижнюю часть лица. Про нижнюю часть лица, вы сами понимаете, это наши губы. Ваша задача будет внимательно теперь последить за губами, потому что раньше губы были такие полные, насыщенные, то сейчас они становятся менее выразительные, и складки возникают у нас на губах. У нас возникают вот эти вот тяжести, так называемые брыли. Это не хватает у нас в щечных мышцах, тонусах. Поэтому, если все делать это упражнение, то мы сможем все изменить. Потому что вот вы меня видели, мне уже 51 год, у меня двое детей, двое внуков. И посмотрите, это собственное лицо. Я ничем никогда не пользовалась, никакими ни инъекциями, ни подтяжками. Если мы приходим к косметологу, что он совершенно категорично нам говорит, делаем девочки ботокс. Мы уже знаем с вами, мы убиваем нервные окончания, мышца перестает работать, и возникает такая тяжесть прямо. Если неудачные уколы, я даже не буду говорить, вы сами все прекрасно знаете. У некоторых нависание, у некоторых перекашивание бровей, у некоторых верхнее веко начинает опускаться. Все, даже не пугаю вас, вы все сами знаете. Так вот, я вам скажу, что для этого ничего не надо делать. Надо справиться с собственными силами. Зеркало перед вами. Приготовили пальчик, и сейчас мы с вами прямо будем трогать нашу бровь, причем верхнюю часть бровки. Всего лишь, помните, я вам говорила, мышца прикрепляется одним концом очень крепко. это внутренняя часть глаза, там, где внутренняя часть нашей брови. Нашли эту точку? А теперь серединочка брови. И всего лишь вот такой маленький кусочек, который навзлёк, мы должны разминать. Одним пальцем придерживаем, чтобы не было растяжения кожи, а вторым очень плотно нажимаем на нашу бровку. Пока вы разминаете её, девочки, услышать, разминаете. Я вам скажу, что вы должны чувствовать. Вы должны чувствовать болезненную точечку. Что там получается? Посмотрите, во всех эмоциях присутствует работа нашей этой мышцы. Мы с вами сердимся, мы с вами думаем, мы с вами начинаем какие-то эмоции делать, и всё время солнышко вышло, мы хмуримся, и всё время эта мышца работает. То есть она у нас в гипертонусе, и для того, чтобы снять мышечное напряжение, к чему мы к с вами прибегаем? К массажу. Вот теперь, пожалуйста, тот, кто нашёл болезненную точку, начинает её как следует массировать, и чувствует, что там уплотнение. Так вот сейчас вы нашли самое главное. Вы нашли причину возникновения складок между бровями. Разомните с одной стороны. Не торопясь, точно так же перейдите на вторую вровку. Помните, от внутренней части глаза в серединке брови. Не торопитесь, как следует нажимайте. Я причём всегда придерживаю брови. бровь другой рукой, чтобы не было вытяжения кожи. Помните, чтобы эластин у нас не растягивался, всё было собрано, чтобы кожа не растягивалась. И вот теперь промассировав вот эти болезненные точки, вы понимаете, что вы сняли спазмирование, сняли спазм с мышцы сморшивающей брови. Она находится у нас очень глубоко, как раз около нашего черепа. Представляете? то есть это третий слой нашего пирога. У нас лобная мышца, круговая мышца глаза, а внизу вот это вот наши мышцы, которые виновны образования складок между бровями. Почувствовали болезненное ощущение? Если да, ставьте плюс, значит точно совершенно вы справитесь, разомнёте всё это, и у вас не будет складки. так, если получилось, я жду ваших плюсов. Да, прямо надо всю гровку придерживать и пальчиком прямо проминать, и можно переставлять пальцы, удерживая. Я вот такое делаю вилочкой, делаю вилочку, вилочкой одной руки удерживаю, а вторым пальчиком проминаю другой руки. То есть самый нормальный массаж. То есть сейчас мы с вами ищем причину возникновения наших складок. А вот теперь про сами складки давайте поговорим. Вы сейчас опять очень нежно возьмёте уже образовавшуюся складку и сначала очень нежно изучайте её. Где у вас большие объёмы, а где маленькие. и потрогав прямо пальцем вашу складку, что вы увидите? Там, где у вас складка, там ямка, правда? А рядом складки вот эти вот валики. Вот эти вот валики нам надо как следует рядом со складкой размять. Потому что помните строение кожи. Здесь у вас залом кожной ткани. и там у нас пережимается помните термальный слой. Терма пережалась и питательным веществам с одной стороны на другую не перейти. Поэтому вам надо представить, что у вас в межбровном пространстве как будто углой пластилин или глина. И ваша задача всё выровнять плотными массажными движениями пальцем. Можно одним указательным пальцем, можно взять средний пальчик и указательный. И вспоминайте прямо как глина. Всё размять или как каток, чтобы было прямо выглажено всё ровной-ровной поверхностью. И вот вы увидите даже сейчас, что у вас эта складка стала гораздо меньше. Она не такая глубокая, как была. Поэтому мы обязательно должны снимать с неё напряжение. Прямо снимаем напряжение и разминаем причину. Вот сейчас я таким очень интересным конечно способом с вами делюсь этой зарядкой. Но может быть даже и хорошо, потому что вы сейчас ушли в себя и чувствуете работу. Что вы делаете? Вы разминаете межбровное пространство. Вы работаете с мышцей сморщивающей брови. И теперь знаете, если снимать это напряжение, никаких складок на лбу не будет. Может быть вы сейчас очень хорошо старались и прям эти места у нас покраснели. И очень хорошо. Значит вы разогнали грошь. И застоя в этих складах у вас сейчас могут. А вот теперь пожалуйста подрите руки прямо рука об руку сильно 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 так, чтобы ладошечки согрелись. И вот эти продавленные места все согреваем, ставим одну руку прямо в межбровное пространство. И рукой снимаем напряжение и согреваем наше проработанное мост. Должно быть очень комфортно. И в следующий раз, когда вы захотите или похмуриться, или думая соединять брови, не забывайте про наше вот это упражнение. Прямо растираем руку и ставлю в межбровное пространство. Я могу с вами поделиться. Я когда ложусь спать обычно думаю про завтрашний день. И волей-неволей я соединяю брови. Эта мышца даже называется мышцей гордецов. Представляете, чтобы не было этой складки, я точно так же, как и вы сейчас, растираю руку и ставлю руку в межбровное пространство. Она была гораздо хуже, чем сейчас. Вот этой складки ее нет. Она есть только тогда, когда есть эмоция. И вы понимаете, что эти складки могут быть несимметричны. И болезненные ощущения, вот проминания тоже могут быть различными. У кого-то чуть ближе к переносице, у кого-то чуть ближе к серединочке бровки. Надейте под пальцем вот это уплотнение и работайте с ним. я рада была сегодня с вами познакомиться. Мне жаль, что произошла такая техническая накладочка, такой технический сбой, но я с радостью встречусь с вами снова, потому что в самом деле это не очень удобно, когда вы слышите только мой голос и не видите, как все-таки выполнять эти упражнения. Но вы должны сами понимать теперь, поскольку теория уже пройдена, это самое сложное было, что все очень в жизни должно быть логично. То есть если складываются пазлы в голове, я делаю это правильно, что надо делать? А если вы сомневаетесь правильно или нет, я считаю отложите этот вопрос и узнайте у специалистов. Можете обращаться ко мне, пожалуйста, я с удовольствием вам отвечу на все вопросы, потому что вы сами понимаете, что если мы в чем-то сомневаемся, то мы можем только себе навредить. А самое главное, что мы должны помнить лозунг наших врачей, а теперь он и наш, самое главное, не навредить, не навредить ни своему здоровью, ни красоте нашего лица. Поэтому если есть какие-то устные вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить, если нет, тогда я предоставляю все-таки слово, и я предоставляю вам выбрать то, что я вам предлагаю в своих пакетах, которые вы можете приобрести. Поэтому, Людочка, если не сложно, если есть вопросы, такие коротенькие, я с удовольствием отвечу. сейчас я попрошу. Мои хорошие, задайте, пожалуйста, в чате свои вопросы, и Галина вам с удовольствием ответит. Сказали, что было очень хорошо слышно, написали. Благодарю, восхищена, написали. Да, если вы ее искупаете в аплодисментах и в благодарностях, я думаю, что это очень мужественный поступок давать вам практику при помощи аудиозвука через микрофон. Но вот видите, как техника сегодня нас подвела немножко. Я думаю, что я ее обязательно приглашу еще. Мне очень понравилась наша Галина. Просто восхитительная внешность, замечательно выглядит, правда же? и какие интересные практики. И если задайте вопросы или я вас... Так, спасибо, очень здорово пошло. Галина, вы хотите сами рассказать про продукт, чтобы... А потом я еще, может быть, добавлю... Хорошо, смотрите, давайте, значит, все продукты, там всего лишь три продукта, которые я вам предлагаю. Значит, там рассказано, первый у нас пакет на верхнюю часть лица. То есть, кого волнуют как раз вкладке? Вдоль, лба, поперек лба, на переносе, это все первый пакет. Там рассказываются не только причины, но самое главное там практика, там упражнения, которые вы сможете выучить от простого сложного и массажные там практики тоже есть. В этом же пакете там у нас и проблема наших глаз. Это серьезная проблема в самом деле. Там у нас работает не только круговая мышца глаза, но есть еще и мышца, которая поднимает верхнее веко. Ее тяжело найти, ее даже не каждый знает, но тем не менее, то есть если у вас есть проблемы, нависание верхнего века, мешки под глазами, мешки к суловой области, пожалуйста, это все круговая мышца глаза, которую мы должны с вами прорабатывать. Здесь очень внимательно, нежно, по-другому никак не получится, потому что если мы с вами не будем работать с этой мышцей, у нас могут возникнуть грыжи глаза, поэтому работаем обязательно с этой мышцей, укрепляем, но нежно. Я вас очень прошу, слушая меня каждый раз, потому что если мы переборщим, то будут сладкие. Вот сейчас прям восклицательным знаком запоминайте, если, говорю, нежно и тихонечко, никто не делает полную силу, а делает схематично. то есть как бы мы с вами, например, строили дом, мы сразу же не строим дом, мы сначала рисуем чертеж, а вообще сначала даже рисунок, эскиз, мы делаем сначала в полсилы, правда? И здесь то же самое с упражнением, начинайте делать в полсилы, постепенно увеличивая нагрузку, и у вас все получится. А второе, это первый, пакет, значит верхняя часть лица, второй пакет, это наши носогубные складки. То есть щеки наши опускаются, и одной из причин как раз образования носогубной складки, это опускание щечного объема. Как его поднять, тоже как раз рассказано на наших вебинарах. А если вы обратите внимание на нос, пусть даже не на свой, а происходит действительно возрастные изменения, абсолютно у каждого. Как у кого-то носик заостряется, у кого-то расползается. Оказывается, там тоже есть мышцы, и работая этими мышцами, мы можем удержать и даже изменить форму носа. Некоторые говорят, а если мы сделаем пластическую операцию, то надо заниматься или нет. А как же, помните, мы с вами говорили, что все время сравниваем с делом. Если нам сделали операцию, никто уже не лежит целый месяц в кроватке. На следующий день все говорят, встаем, встаем, встаем и двигаемся. То же самое с мышцами лица. Если вы даже прибегли к какой-то пластической операции, то работа с мимическими мышцами обязательно. Иначе причина она останется. А нам надо ликвидировать именно причину. Поэтому во втором пакете мы с вами разбираем причины образования носогубных складов и как с ними поворотся. Мы разбираем наш нос и там у нас с вами еще есть массажные как раз техники вот это во втором пакете и третий пакет это овал лукса. Вот единственное не помню, что луны у нас к второму или к третьему пакету прикреплены. Потому что форма лук уже меняется и естественно надо с ними работать. А вы знаете, что это как раз мышцы и наша артикуляция это один из способов увеличения циркуляции доступа мышечной ткани, работа мышечной ткани. Так что вот, пожалуйста, и третий пакет это естественно это наш овал лица, так называемые брыли. Это наша шея, область декольте и опять массажные теклины. Поэтому пожалуйста, смотрите, у вас в одном пакете 4 вебинара. Это правда хороший подарок. Поэтому разбирайтесь, там не сложно, я все очень-очень-очень подробно объясняла так, как объясняла сейчас вам. Но там немножечко другие темы, и поэтому вы уже все будете знать. То есть у нас сейчас будет работа с вами очень грамотная. Изнутри мы будем понимать из-за чего образуются проблемы и как их решать. Обязательно в каждом вебинаре очень много упражнений, которые реально помогают изменить наше лицо. Они убирают те или иные складки или те проблемы, которые образовались на вашем лице. Поэтому вот, пожалуйста, смотрите и приобретайте. Галиночка, тот вопрос один написал. пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте надо начинать работу с мышцами лица? Какой предельный возраст, когда еще можно что-нибудь на своем лице изменить? Смотрите, опять же, вы сами сможете ответить на этот вопрос. Мы зарядкой начинаем заниматься с рождения и должны заканчивать. Я про тело. Вообще не переставать заниматься зарядкой. Потому что помните тот лозунг, который раньше был для меня например только лозунгом движение жизни. Да сейчас это не лозунг. Это просто руководство к действию. Поэтому заниматься зарядкой для лица чем раньше вы начнете, тем лучше. тем тем мы будем одинаково прорабатывать на этот вопрос. Мы знаем, что надо или улыбаться, или наоборот расстраиваться. Не зря же есть наука целая физиогномика, которая по складкам на нашем лице может рассказать о нашем характере. А если мы начнем заниматься рано, когда у нас еще не заложились эти складки, мы будем очень хорошо владеть мышцами лица. Вот, например, уголки губ поднять. Только уголочки губ. Как у чеширского кота такая улыбочка. Я думаю, редко кто сейчас может. А если бы мы занимались всегда, то мы бы смогли легко улыбнуться одними уголками губ. Ведь даже мышца есть такая, мышца поднимающая уголки губ. Представляете, а так мы должны заниматься с вами в каком возрасте, если предел нету. Единственное, что чуть больше придется потратить время для того, чтобы разбудить те мышцы, которые никогда не работают. Но они будутся. У меня примеров таких очень-очень много. И вот даже недавно одной девочке исполнилось 70, а 71 год. И она говорит, Галина, я увидела такое яркое изменение всего лишь за один год, работая мышцами лица. Представляете, да, чуть-чуть дольше надо будет разбудить те мышцы, которые никогда не работали. А так никогда не поздно, пожалуйста, обязательно все включайтесь. И вообще это так интересно, когда ты умеешь работать мышцами. Как мышцами тела, так и мышцами лица. Поэтому я просто приглашаю такую большую дружную команду, чтобы мы все смогли с вами работать этими мышцами. Пожалуйста. Есть еще у кого-нибудь вопросы? Напишите, если вам важно это, то сейчас, в настоящий момент, вы можете получить исчерпывающий ответ. Как у... Я не вижу вопрос. Так, сейчас я, сейчас, 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 вопрос у меня не виден, сейчас я его попробую поднять повыше. Так, пожалуйста, отзывайся. как увеличить объем нижней части лица? Спасибо. Вопрос, как увеличить... Есть ряд упражнений, действительно, да, нижняя часть лица. Единственное, что, давайте скажем по-честному, что вы должны посмотреть на свои детские фотографии. если у вас такое строение, вы понимаете, что фокусов не может быть. И если вам кто-то будет обещать такие вещи, я бы, наверное, немножечко усомнилась. Откорректировать и вернуть лицу прежней молодой опыта обратить. Мы можем. А вот с другими вопросами есть упражнения, есть, мы можем немножечко накачать нижнюю часть. Но так, чтобы кардинально изменить, вы тоже сами должны понимать и давать отчет вашим действиям. Так что, вот, поэтому давайте быть молодыми, красивыми, но природу, к сожалению, очень сложно переделать. А можно заниматься по урокам на... А можно ли заниматься на Ютубе? Или по Ютубе? Самое важное, чтобы вы понимали, то есть, мы сегодня теорию с вами прошли, если вы понимаете, точно совершенно поможет, но опять я вас прошу, каждое слово слушайте, если я говорю сильно, делаем сильно, если тихонечко, то тихонечко, и у вас все получится. Да, пожалуйста, есть в Ютубе очень много моих роликов, пожалуйста, присоединяйтесь, занимайтесь, это здорово, еще здесь написали, в детстве, видимо, тот же человек, который про объем, в детстве был объем внизу лица, я так поняла, что было, а сейчас нет. Да, да, все, значит, восстановится, все можно сделать, если в детстве было, значит, свернем. Есть еще вопросы? Нет, больше вопросов нет, тогда давайте благодарить Галину. Да, я с вами прощаюсь, я вас действительно приглашаю в этот просто чудесный мир, мир красоты, мир работы над собой, и вы увидите не только лицо, но и глаза вас засияют совершенно другим светом, поэтому умилостивросим, давайте вместе повторять своей красотой наш мир. Спасибо большое, Галина. До свидания. Благодарим Галину Дубинину за такое великолепное и мужественное видение нашего сегодняшнего вебинара. И